На этой неделе состоялось последнее судебное заседание по иску Челябинского предпринимателя и МИАСской прокуратуры к администрации МИАСа и Алексею Сафонову по сделке купли-продажи земельного участка площадью 19 гектаров в районе озера Ильмень. Напомним, что прокуратура усмотрела в совершенной сделке ряд нарушений, а именно в объявлении торгов и оценке участка. Администрация предъявила документы о отмене постановления и расторжении договора купли-продажи с Сафоновым. Таким образом, она признала исковые требования, хоть косменно, но признала. Земля вернулась в муниципалитет, и та сделка, которая могла нанести ущерб бюджету порядка 72 миллионов, была прекращена. Я считаю, что здесь слаженные действия прокуратуры, общественности, предпринимателей позволили восстановить законность и прекратить коррупционную схему, не дав ей реализоваться в полном объеме. Спасибо, хочется сказать прокурору Мияцкого городского округа Костенко Артему Валерьевичу, старшему помощнику Заболотному Дмитрию Анатольевичу, который участвовал во всех заседаниях, который подключился к этой теме, который сказал, что продажи незаконны и настаивал на расторжении этой сделки. Спасибо общественности и средствам массовой информации, потому что без вашей поддержки мы его не смогли бы победить. И в продолжении темы. Сегодня, 9 октября, в администрацию Чебаркуля нагрянули силовики. Сотрудники правоохранительных органов измают документацию, касающуюся жилищно-коммунальной сферы. Как стало известно из наших источников, это связано с деятельностью реализации федеральной программы «Чистая вода», в рамках которой в городе ведется реконструкция очистных сооружений и их строительство. Программа действует уже третий год, уже проведена работа на общую сумму более 80 миллионов рублей, выделенных из бюджетов всех уровней.